В России изнасилована и убита пятилетняя девочка из Таджикистана. В Узбекистане запретили исламские передачи на телевидении. Таджикские власти хотят одинаковый цвет кровли. В подмосковном городе Серпухов изнасилована и жестоко убита пятилетняя девочка из Таджикистана Хувайда Тиллазада. По информации СМИ, пятилетняя Хувайда пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает семья погибшей. Ребенка искали несколько часов, обыскали каждый куст. Ее нашли на следующий день в 4 часа утра, там, где проходит заводская железнодорожная ветка. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайды. По заключению судмедэкспертизы, девочка была изнасилована, а потом убита ударом ножа. Управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель Александр Семин, житель соседнего дома. Он за ними ходит, наблюдает. Он все время из печочки. Ну как, он тут весь день проводит. Сообщается, что в его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. По одной из версий, подозреваемый в убийстве мог заманить девочку игрушкой, пока она каталась по двору. 25 июля в Кулябе состоялись похороны Хувайды. Девочку похоронили на кладбище кулябской махаллы Шамсиддин Шахин. Ее могилка находится рядом с могилами бабушки и дедушки. Абдусалом Саидов, отец Хувайды, рассказал о радио Зади, что через неделю вернется в Россию, чтобы добиваться самого строгого наказания убийцы дочери. По словам Абдусалома Саидова, уже сейчас некоторые полагают, что убийцу в суде могут признать невменяемым. Какой он невменяемый, если он уже отслужил в армии? Именно поэтому я собираюсь присутствовать на всех заседаниях суда и требовать самого сурового наказания убийцы, говорит он. Телевидение Узбекистана приостановило показ нескольких исламских передач. Представители национальной телерадиокомпании Узбекистана заявили, на телевидении приостановлен показ лишь цикличных передач. С 25 июня на телеканале Амаданият в Амарифат был приостановлен показ как минимум шести исламских передач, сообщает радио Азадлик. В частности, три недели назад был приостановлен показ передачи «Учим священный Коран», которая выходила в эфир каждую среду, начиная с марта этого года. Кроме того, были удалены последние несколько выпусков этой передачи, размещенные на видеопортале YouTube. В беседе с журналистами сотрудник телеканала Амаданият в Амарифат сообщил, что руководству телеканала поступил приказ сверху не пускать в эфир передачи религиозного характера и вообще не показывать в эфире верующих. «У нас приостановлен показ религиозных передач, мы не пускаем в эфир мужчин с бородой, теперь имамов не будут приглашать на телепередачи», пишет Азадлик со ссылкой на анонимного сотрудника телеканала Маданият в Амарифат. По мнению местных журналистов, указание о приостановлении религиозных передач на телевидении было дано государственным советником президента Хариддином Султановым. Азадлик также сообщает со ссылкой на одного из местных журналистов, Недавно группа узбекских журналистов побывала в Китае. Команда информационной передачи «Ахборот» отправила 7 репортажей. Из них 5 репортажей в эфир не пустили, потому что среди лиц, давших интервью, были мужчины с бородой. Сейчас на телевидении, в частности на телеканале «Узбекистан-24» информационной передачи «Ахборот» существует жесткая цензура на показ лиц с бородой. Наблюдатели отмечают, что несмотря на демонстративное смягчение некоторых аспектов внутренней политики режима Мерзияева, она тем не менее остается в векторе политики предыдущего президента Каримова, который жестоко пресекал любые проявления ислама в жизни народа. Кто имеет право пускать иностранных журналистов на территорию города, чтобы они занимались... Кровля зданий по всей стране должна быть одинаковой по цвету. Об этом сообщает 19 июля Авеста со ссылкой на пресс-службу главы Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана. По словам председателя Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Джамшеда Ахмадзады, соответствующее поручение поступило в Комитет из правительства Таджикистана. Согласно распоряжению органов власти, необходимо привезти кровлю жилых домов и зданий различного назначения в городах и районах страны в один цвет. Таким образом, все принимаемые в эксплуатацию дома по всей стране должны иметь крышу определенного цвета. Данное распоряжение также касается существующих зданий. Мы не настаиваем, чтобы люди сегодня же демонтировали крышу своих домов и ставили новую, соответствующего цвета. Все это должно быть сделано постепенно. Мы преследуем цель, чтобы кровля наших домов, как во многих европейских городах, была красивой, сказал Джамшед Ахмадзады. Также он отметил, что это касается всех городов и районов страны. Определенный анализ немонетарных показателей показывает на то, что в Таджикистане немонетарная бедность все еще очень высокая. Следует напомнить, что Таджикистан является самой бедной страной Центральной Азии с самым низким уровнем жизни, значительная часть жителей которой живет за чертой бедности. А потому подобные распоряжения режима о едином красивом цвете крыш по всей стране выглядят абсолютным самодурством, что в принципе не является чем-то новым для режима Рахмона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова